Хочу вам посоветовать один интересный канал, который называется GameUltra. Там автор делает классные видео на современные и ретро игры, обзоры, топы, ожидаемые игры, интересные факты, интервью и многое другое. Он не стоит на месте и постоянно придумает что-то новое. Все сделано динамично, с юмором и отличным монтажом. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь, передавайте им от меня привет. Мультимедиа-платформа, которая изменит индустрию. Примерно так описывал свое новое детище Трип Хокинс. Этот человек всегда мыслит широкими категориями, был готов по-настоящему перевернуть консольный рынок с ног на голову. В его голове родилась идея, послужившая толчком к созданию 3DO, как платформы, которую мы знаем сегодня. До него никто не действовал подобным образом. Он считал, что ему удастся создать уникальный продукт, технологически превосходящий все существующие на тот момент решения. Но, к сожалению, даже в гениальных идеях порой случаются неудачи. Причиной тому стали череда обстоятельств, повлекших за собой финансовые потери компании. Но что произошло на самом деле? Сегодня мы разберем подробную историю платформы 3DO. Да, корректнее сказать именно платформы, а не консоли. Ведь мы знаем о 3DO благодаря, наверное, консоли модели Z10 от Panasonic. Ведь только у 3DO широкий модельный ряд консолей. И как раз мы узнаем все подробности касаемо о том, как создавали эту платформу. Этот фильм ответит на многие вопросы и наверняка порадует многих ценителей этой консоли. И, пожалуй, этот фильм не был бы уникальным, если бы сам Трип Хокинс не согласился ответить на мои вопросы. Он рассказал о ключевых моментах и рассказал интересные секреты об истории своего детища. И мы как раз узнаем о том, что послужило причиной падения этой консоли на рынке игровых систем. Всем приятного просмотра! Просто работал, а набирался настоящего опыта и внимательно наблюдал за своими коллегами. Но в голове Хокинса всегда присутствовала идея, что когда-нибудь он станет основателем собственной компании, способной громко заявить о себе в индустрии компьютерных технологий. Наблюдая за тем, как работает компания Джобса, он учился внутренней кухни этого бизнеса. Смотрел, как налаживать отношения с партнерами, дистрибьюторами, сокращать издержки и осуществлять выгодные сделки. Так, 28 мая 1982 года он стал владельцем собственной компании под названием Electronic Arts. Первое время он работал дома, искал художников, рекламных менеджеров и других нужных людей для успешного старта своего первого серьезного бизнеса. Осенью приятель Трипа, Дэн Валентайн, предоставил ему свой офис, откуда можно уже было работать полноценно и нанять сотрудников. Шло время, и Electronic Arts накапливала опыт и приобретала репутацию успешного издателя компьютерных игр. Тогда внимание Хокинса сосредоточилось целиком и полностью именно на сегмент персональных компьютеров. Он верил, что именно за ними будущее, поскольку компьютер лишен всех тех проблем и ограничений, присущих консолям, как в технической части, так и в рамках ограничений самого платформодержателя. Но не пройдет и 10 лет, как его точка зрения кардинальным образом изменится. Однако за эти годы произойдут ряд событий, предшествующие таким переменам в его мировоззрении. На консольный рынок они выпустили свои первые проекты Skate or Die и Immortal для NES. Трип был очень осторожен в отношении с Nintendo, поскольку знал их серьезные правила работы с разработчиками. Он ни в коем случае не хотел терять статус независимого издателя и довольствоваться прибылью, которую станет контролировать японский гигант. Ему удалось достичь корпорации компромисса и выпустить игры, оставаясь независимым разработчиком и издателем. Поначалу он смотрел на все это скептически. Ему казалось, что это больше нужная Nintendo, нежели Electronic Arts. Из года в год список тайтлов, принадлежащих его компании, стремительно расширялся и продажи игр только росли. Серьезно консоль он пока не рассматривал, тем более его отталкивала закрытая и строгая политика Nintendo. Но все изменилось, когда на рынок США ворвалась Sega со своей консолью Genesis. Тогда Трип сделал ход конем и путем реверс инжиниринга сделал свою версию консоли на основе процессора Motorola. Юридически Sega будет трудно доказать вину компании, она только потеряет большое количество времени и денег, а это японскому гиганту совсем не нужно. Дабы не допустить вражды и не сорвать запуск собственной консоли, Sega соглашается на особое сотрудничество с EA. Выдает ей льготы на выпуск собственных тайтлов, не ограничивая их производство и создание игр. Тогда Трип Хокин совершенно точно понял, что настало время обратить серьезное внимание на консоли, ведь рынок электронных развлечений менялся на глазах и он сам занимал немаловажное место в этой истории. Все эти события, что развернулись в конце 80-х и начале 90-х, станут отправной точкой для появления совершенно новой игровой системы, призванной перевернуть индустрию 3DO. Практически сразу после релиза в США в 1989 году стало ясно, что Atari Lynx не сможет достигнуть значимого успеха и подвинуть сегменте портативной консоли Game Boy. Хотя Lynx превосходила по многим пунктам продукт от Nintendo, ей не получалось предоставить людям по-настоящему стоящий девайс, в котором библиотека игр удовлетворяла бы потребности широкой аудитории. Хотя сама по себе устройство сделано хорошо и у нее были все шансы добиться достойных результатов, но Atari нередко принимала странные решения, не уделяя должного внимания многим аспектам продвижения своей линейки продуктов. Отцы Lynx, Роберт Джей Микал и Дэйв Нидал разочаровались тем, как все получилось. Изначально эта портативная система разрабатывалась ими в IPEX, где они работали. Проект Atari купила и выпустила в таком виде, в каком мы знаем его сегодня. Эти два человека сыграли значимую роль в развитии компьютерных технологий. Так они принимали участие в создании первой Амиго. Поэтому за плечами у них большой опыт работы над громкими проектами. После неудачи с Lynx они приняли решение покинуть Atari. После этого принялись планировать новый проект. В один солнечный день сентября 1989 года, сидя в ресторане, они обсуждали основные принципы своего будущего проекта. Это должна стать абсолютно новая технологически продвинутая платформа, возможности которой заинтересуют крупных игроков на консольном рынке, подумали они. Со своей идеей и видением проекта они пришли к Майклу Катцу, тогда занимавшего пост президента американского подразделения Sega. Они знакомы уже много лет, поскольку вместе работали как в IPEX, так и в Atari. Тогда ребята сказали, что готовы сделать абсолютно новую платформу на перспективной архитектуре. Ее мощность будет превосходить во много раз все существующие 16-битные системы. Но для этого потребуется 2 миллиона долларов и около 2 лет работы. Майкл подумал, что это в общем-то неплохое решение, ведь совсем недавно ему пришлось перечислить 1 из 7 миллионов долларов в качестве отчисления для использования образа Джона Монтаны в играх. А тут речь идет о совершенно новой платформе, в перспективе способной стать отличной игровой системой. Поскольку он не мог принимать подобного рода решения, Майкл предложил RJ и Дэйву посетить Японию и показать свой проект главе японской корпорации, Хаяо Накаями. Они последовали этому совету, однако руководству Sega такой бизнес-план не пришелся по вкусу и им отказали. Эта неудача сыграла ключевую роль во всей истории платформы, поскольку чуть позднее Trip Hawkins сам нашел этих ребят. Тогда они уже основали свою собственную компанию New Technology Group, чтобы презентовать свой проект другим крупным компаниям. Как раз Trip Hawkinsу не давала покоя мысль заняться новой консолью, вернее не консолью, а платформой. Его мучили сомнения. Он понимал, что на то время не было достаточно мощной игровой системы, которая бы удовлетворяла потребности современного рынка. Имея дело с персональными компьютерами, видя, как его компания занимается разработкой и портированием этих игр на существующие консоли, он понимал, что они имеют кучу ограничений и проблем, связанных со многими вопросами. Во-первых, картридж, его дороговизна, отчисление платформы держателю и в конце концов ограничение памяти не позволяет в полной мере размещать данные игры. В конце концов, как он чувствовал, вот-вот наступит R-ACD, но пока никто не сделал что-то интересное. Во-вторых, он понимал, что типичная бизнес-модель как платформа держателя ему не подходит. Если заниматься самому производством консоли, то на это нужны огромные деньги, к тому же это большой риск. В случае неудачи, его компания Electronic Arts просто перестанет существовать, чего, конечно же, ему не хотелось. Он смотрел дальше. Его не интересовала разработка собственной консоли и брендинг. Sega и Nintendo всё делают сами, а также заботятся о собственных тайтлах и своих маскотах. Trip считал, что лучше сделать некий стандарт игровой платформы, который, в свою очередь, можно лицензировать к ровным компаниям. И те, в свою очередь, сами бы занимались производством консоли по лицензии. В интервью ему геймер, Trip поделился своими мыслями по этому поводу. Разработчикам игр и геймерам требовалось что-то нечто новое и более технологичное. Никто тогда не мог представить консоль с прорывной начинкой вместе с CD в качестве хранения игровых данных. Для EA это было невероятно дорого. Поэтому, чтобы реализовать своё видение, я основал отдельную компанию. Но даже она не стала заниматься производством своих консолей в привычной на то время понимании. Меня вдохновил успех Dolby Labs с их историей разработки определённого стандарта, которого можно лицензировать сторонним компаниям для использования. Меня не покидал уверенность, что мне удастся создать нечто подобное в игровой индустрии. Таким образом, череда обстоятельств свела Трипа Хокинса, Эрджей Микалла и Дэйва Нидла. У Трипа есть видение собственной платформы, при этом вопросы производства самой консоли ни к чему. Нужна только технологическая база. У двух гениев она была, и они готовы презентовать Хокинсу свои наработки. Увиденную Трипу понравилось. Эти события пришлись на сентябрь 1990 года. Трип Хокин стал ключевой фигурой в истории развития 3DO как платформы. Да, он не был её буквальным создателем, но он лицо компании, а также немаловажен тот факт, что именно он направил этот проект, согласно своему видению, основать некий игровой стандарт и предоставлять его спецификации по лицензии. Благодаря его связям со многими фирмами мирового уровня, это удастся воплотить жизнь. Таким образом, Черновик, в котором обозначали свой проект друзья RJ, Микал и Дэйв, сидя в ресторане, начал реализовываться в виде бренда, ставшим впоследствии всемирно известным. Но для начала нужно заключить партнерство, чтобы в альянсе производить и продвигать 3DO как платформу. Трип вспоминает, что тогда его основной задачей состоял в том, чтобы создать альянс из как можно большего числа производителей с громким именем. Среди таких была даже Sony. Задолго до появления PlayStation, Хокинс отправил японской корпорации предложение о сотрудничестве. Те заинтересовались в проекте 3DO, но пока четкого согласия не давали. Но ввиду событий, произошедших между Sony и Nintendo тогда, в начале 90-х, партнерство не вышло. Вместо этого они сосредоточились на разработке собственной игровой системы. В 1991 году глава EA запустил свою новую компанию под названием SMSG, состоящую из альянса крупнейших корпораций Мацушита, Саньо, Голд Стар, Тайм Ворнер и Электроник Артс. Как только SMSG была основана, Трип отказывался обсуждать что-либо, касающееся его нового проекта. В скромном пресс-релизе октября 1991 года он сообщил, что в будущем компания будет проводить исследования в сфере технологии программного обеспечения с целью роста и развития мультимедиа сегмента рынка. Но уже совсем скоро группа компании сменит свое название на привычное для всех нас 3DO-компани. Заявка на регистрацию торговой марки отправлена 3 апреля 1992 года. Многие аналитики тут же начали предрекать, что Трип Хокинс готовит собственную игровую платформу, предназначенную конкурировать с существующими на тот момент консолями. Но пока никаких деталей не разглашалось, и никто даже представить себе не мог, что Хокинс замыслил действовать совершенно иначе. Однако его витиеватые высказывания некоторым потенциальным конкурентам уже не понравились. Все дело в том, что Трип начал делиться с журналистами своим видением будущего рынка электронных развлечений, без конкретики, касающейся своего проекта, но он негодовал на то, что по-настоящему толковых решений еще никто не представил, и производители топчутся на одном месте, замедляя технологический прогресс. Также он неодобрительно отозвался о действиях Филлипс. Она как раз представила свою систему в октябре 1991 года в Соединенных Штатах Америки. По его мнению, им не стоило было заниматься платформой, поскольку это ни к чему не приведет. Стремление крупных компаний сделать свою собственную игровую консоль лишь отчуждает потребителей, а также игровых разработчиков, ведь им приходится создавать несколько версий одного и того же программного обеспечения, что часто несет за собой лишь ненужные траты. Он подчеркнул, что не хватает единого стандарта, над которым бы работали все крупные корпорации. Ввиду этого, не существовало бы конкуренции и такого переизбытка на рынке игровых устройств, ведь все равно многое из этого не несет в себе ни технологического прогресса, ни новых идей. Директор по маркетингу Commodore Amiga Дэвид Роулсон осудил высказывание Триппа по поводу отсталости существующих технологий на рынке. Он прокомментировал работу новой компании SMSG так. У нас есть единый стандарт, о котором он говорит. На протяжении многих лет его компания зарабатывает миллионы долларов на продаже своих игр для компьютеров Amiga. Ему просто не нравятся наши решения. Но эти уничижительные высказывания в адрес технологических разработок его коллег означают лишь то, что он кусает руку, которая его кормит. Аналитики утверждали, что Хокинс пошел по крайне рискованному пути. Хотя он основал отдельную фирму, все-таки главным его детищем оставалось Electronic Arts. И все, что он говорит, касающиеся будущего игровой индустрии, так или иначе связано с отношением EA к ситуации. Например, представители крупных компаний, например, Amiga, уже неодобрительно прокомментировали слова руководителя новой фирмы. Еще не до конца ясно, что он будет исследовать. Какое решение должно стать новым стандартом для индустрии электронных развлечений, а также революционным мультимедиа устройством. Хотя многие все же были настроены позитивно. Удивительно, даже конкуренты из Nintendo высказались по этому поводу. Так вице-президент по маркетингу американского отделения сказал, У Триппа, как у опытного издателя видеоигр, есть четкое понимание рынка, и он знает, что делает лучше, чем его конкуренты. Финансовые аналитики, видя, какой крупный альянс образовывается вокруг его проекта, заключили, что потенциал у него большой, поскольку такие крупные корпорации не будут вкладываться туда, где не видят большой прибыли. Среди прочих, это известные там Warren и Клейнер Перкинс, весьма авторитетная венчурная компания. Любопытно, что сначала список партнеров был необычайно широк, но не все воспользовались своим правом производить консоли, довести дело до конца. Как сообщало издание Wired, всего 400 компаний обзавелось лицензиями на 3DO, на тот момент, когда ее впервые представили в 1993 году. Так, например, Тошиба присоединилась к лицензионному соглашению и имела планы сделать портативную версию системы, которую предполагалось строить в автомобиль, как навигатор. Но дальше анонсов и слухов на этот счет дело не пошло. Вот другой пример. Известная в США компания TAT объявила о своем намерении заниматься производством и поддержкой собственной консоли. Она даже представила и показала ее на одной из выставок Consumer Electronics Show. По крайней мере, одно фото этого чудо-девайса дожило до наших дней. Но, к сожалению, в самый последний момент корпорация решила отказаться от этой затеи. Возможно, взвесили все риски и усомнились в том, что выдержат конкуренцию даже со своими коллегами Goldstar и Panasonic, что стали самыми успешными в этом проекте. Хотя в ранних статьях газеты New York Times сообщалось, что компания занимается производством полупроводников для девайса, и некоторые прототипы уже готовы. Также по сообщению журнала Edge AT&T готовила две версии консоли. Одна версия была типичной моделью 3DO, в то время как другая должна стать продвинутой и поставляться вместе с модемом и уникальной технологией VoicePen по передаче данных и голоса. Но обе версии отменили вскоре после официальных релизов и демонстраций на Consumer Electronics Show. Планировала на поприще 3DO отметиться и компания Samsung. Они разработали свою консоль, внешним видом, сильно напоминающую VHS-магнитофон. Ее как-то скромно представили на одной из выставок, но позже этот девайс постигла та же участь, какая была и у AT&T консоли. Пожалуй, корейский гигант оценил все риски и возможные убытки, глядя на то, как обстоят дела у их коллег, Goldstar и Panasonic. Какие-то корпорации сразу отказались даже рассматривать вариант партнерства с 3DO, как, например, Hitachi. У них тогда существовало эксклюзивное сотрудничество с Sega. Их совместные разработки использовались в таких игровых системах, как 32X и позднее Sega Saturn, с ее архитектурой, известной своей сложностью для разработки. Имея такие проекты, японскую корпорацию уже не интересовали совместные дела с Хокинсом. Так или иначе, ключевым партнером для 3DO-компани стала Matsushita. На ранних этапах разработки 3DO, как архитектуры и самостоятельной платформы, инженеры этой компании принимали участие и играли немаловажную роль. Даже в консолях версии Goldstar и Sanyo на плате можно увидеть кастомные чипы, разработанные Panasonic. Поэтому ошибочно полагать, что Matsushita являлась обычным партнером в альянсе 3DO, и влияние у нее, как у производителя, было ровно таким, каким обладали и прочие компании. Это не так. Позднее японский гигант проявит инициативу в истории жизни 3DO, но к этому мы еще вернемся. В бизнесе ключевой значимостью партнеров является размеры акций, которые принадлежат компаниям. И тут ситуация такова. 24,3% одержали Electronic Arts. Matsushita и Time Warner владели по 17,6%. Личные акции Триппа Хокинза составляли 6,2%. Как видим, немалая часть принадлежала японской корпорации, заинтересованной в том, чтобы войти на рынок игровых консолей. И если собственная разработка была очень дорога, содержание исследовательских центров, регистрация патентов и прочие вопросы несли за собой большие расходы, то покупка готовой технологии у 3DO с последующей сборки консоли на собственных мощностях был для компании более привлекательным вариантом. Тем более у такого электронного гиганта, как Panasonic, ежегодно выпускающего огромный модельный ряд самой разнообразной техники, от музыкальных центров до телевизоров и фотокамер. Окончательные спецификации консоли стали известны лишь в начале 1993 года, но разные слухи о начинке новой игровой железки ходили еще в конце 92-го. Мы не знаем, каким был самый ранний прототип 3DO или те планируемые спецификации, которых показывали еще японскому руководству Sega, но по воспоминаниям Трипа Хокинса и Эрджей Микало с 1990-го по 1992-е годы, многие вещи в процессе разработки менялись и улучшались, так как партнеры пытались достичь максимального взаимопонимания во всем, хотя этого не всегда удавалось сделать. Эрджей рассказал об этом так. Прежде чем мы объединились с Трипом, изначально у нас не было планов того, что будущим разработчикам придется работать с программной частью нашей платформы. Но с приходом Хокинса и его виденья установить определенный стандарт, появилась необходимость в универсальном программном обеспечении. Этот стандарт подразумевает, что с течением лет платформа будет улучшаться и постепенно меняться, но нужно убедиться в том, что весь необходимый инструментарий способен работать на всех версиях железа от разных производителей. В этом и заключалась уникальность собственной операционной системы, потому для проекта 3DO создание программной платформы это важная задача. Тем более планировалось мультимедиа устройство. Помимо игр, предполагалось, что другие компании могут разрабатывать собственные обучающие программы, поэтому совершенствование операционной системы стало необходимостью. Трип Хокинс сторонник Amiga OS и имел большой опыт работы с этими компьютерами. Он строго смотрел на меня, опасаясь, что я не смогу сделать нечто подобное для нашей платформы. Но поверьте мне, я приложил все усилия, чтобы разработчикам было легко и приятно работать с 3DO. Да, это было по-настоящему революционное устройство, совмещающее в себе множество решений, а главное, спроектированное совершенно уникальным образом, ровно как и в дальнейшем реализуемое как уникальное техническое решение для крупных производителей, желающих заняться производством собственного мультимедиа устройства. Но пока мало кто понимал, даже инвесторы не до конца осознавали, что это решение может собой нести. У аналитиков и журналистов на этот счет появилось множество предположений. Многое строилось на обещаниях Трипа Хокинса, а также на том, как он подавал публике свой продукт. И ведь на самом деле платформа обладала впечатляющими техническими спецификациями. 32-битный риск процессора ARM с частотой 12,5 МГц, математический сопроцессор для ускорения матричных вычислений, два графических сопроцессора, способных просчитывать от 9 до 16 миллионов пикселей в секунду с поддержкой масштабирования, поворотов и текстурирования. Для текстур же поддерживалось сжатие, прозрачность, полупрозрачность и даже эффекты цветного освещения. Максимально поддерживаемое разрешение с интерполяцией составляло 640 на 480, что для существующих на тот момент консолей было недостижимо. Хотя 3DO не первая консоль, обладающая CD-приводом, все же ее игры и возможности использовали потенциал компакт-диска на все 100%. На презентации Трип Хокинс говорил, что каждый пользователь может без проблем слушать музыку, просматривать фотографии и видеозаписи на компакт-дисках и играть в игры, графика в которых будет обладать необычайной детальностью и реализмом. При этом качество звука останется также высочайшим. Позднее появится в продаже отдельный модуль, позволяющий проигрывать видеодиски. Еще к преимуществам будущей консоли относили планируемые обучающие программы электронной библиотеки. Трип не раз подчеркивал, что это мультимедиа-система, а не просто игровая консоль, предназначенная только для игр. Это настоящее устройство в гостиную для всей семьи. С 3DO каждый человек может обучаться и проводить свое время с пользой. Планировалось также, что в будущем будет поддержка миди-клавиатур, которые превратят мультимедиа-консоль в настоящий профессиональный инструмент, как замены ПК, чтобы писать собственную музыку. Интересно, как от 3DO отозвался Том Калинский, президент американского отделения Sega. Он утверждал, что это благородный эксперимент трипа, но с такой стратегией сложно добиться успеха. Те, кто купят это мультимедиа-устройство, получат новый опыт, определенно. Но он останется нишевым продуктом. При цене в 700 долларов по-другому просто не получится. Чтобы охватить более широкую аудиторию, как он считал, цена должна быть 500 долларов или даже меньше. Он выразил надежду, что Мацуши-то это понимает, и у них все получится. Все-таки это беспощадный рынок. Он хорошо понимал, о чем говорит, ведь для Sega и Nintendo не зарабатывать на консолях, обычная практика и суровая действительность. Основной прибылью для них оставалась продажа игр и лицензирование сторонних компаний. Куча смелых идей и инноваций служили как плюсом, так и негативным фактором для дальнейшей жизни 3DO. Сам же Trip вспоминает то время с большим теплом и очень гордится тем, что им удалось сделать. Вспомните, что предлагал рынок в начале 90-х. Да мы были настоящими пионерами в своем деле. То, что мы пытались представить людям позднее, стало стандартом. А ведь тогда не существовало готовых графических решений, у персональных компьютеров еще не было отдельной видеокарты. Производители консолей пользовались безнадежно устаревающими чипами памяти, которые весьма дороги в производстве. Но со своей 3DO мы уже стали наголо выше, технологичнее многих других. Платформа обладала уникальными характеристиками и оснащалась CD-приводом. И этот формат в разы эффективнее тех решений, что использовали наши основные конкуренты в то время. Мы даже заранее предполагали, что на 3DO появится модем, хотя об онлайн-сервисах никто и не думал вплоть до 95-го года, когда представили первый в мире веб-браузер. Невзирая на опасения отдельных аналитических компаний и прессы, многие верили, что все получится. Еще не до конца ясно, добьется ли Триф Хокинс и его компания своих целей, но во всяком случае до официального запуска консоли все шло неплохо. Парнеры настраивались положительно, ряд компаний-разработчиков и издателей уже выразили желание работать с 3DO. Одна из ключевых студий была Crystal Dynamics. Именно ее проекты оказались в ранней линейке игр для консоли. Многие поклонники согласятся с тем, что эта компания подарила 3DO свои самые лучшие игры. Но впереди ожидает еще много интересного. Громкие старты, довольно стремительное падение. Релиз США состоялся в октябре 1993 года. Старт продаж случился тихим в плане динамики заинтересованности аудитории, хотя реклама громогласного всех журналах, газетах и телеканалах возвещала о приходе самой мощной мультимедиа-машины, способной перевернуть наше представление о будущих технологиях. Не обошлось и без накладок производства. Panasonic не успел отгрузить достаточное количество консолей, ввиду чего многие магазины получили лишь несколько экземпляров. На старте в комплекте поставлялся лишь Crash'n'Burn. Гонка получилась весьма качественной, но все равно не раскрывала полного потенциала игровой системы. Многие игроки не понимали настоящих преимуществ перед 16-битными консолями. В тот период времени еще выходили достаточно крепкие релизы на Mega Drive и Super Nintendo, хотя графически они конечно уступали революционной 32-битной консоли, все же они более понятные, а значит и привлекательные для потенциальных покупателей. Trip хотел, чтобы его детище воспринимали как мультимедиа-платформу, но проблема заключалась в том, что после выхода консоли не было представлено на рынке обещанных обучающих программ и прочих профессиональных инструментов. Это поставило под сомнение успех системы и разумность ее приобретения конечным покупателям, тем более за такие деньги. Есть и положительные моменты в первый год жизни 3DO. Так платформой заинтересовалась телекоммуникационная компания US West, занимающаяся предоставлением услуг связи. В газете Los Angeles Times отмечалось, что 3DO выбрали в качестве партнера, который предоставит свои технологии для планируемого тестирования нового сервиса. Предполагалось, что покупатели смогут делать покупки онлайн, пользоваться сетевыми сервисами по подписке и играть в игры. Но насколько серьезно продвинулись эти планы в реальное осуществление, сказать трудно. Что же до простых потребителей, то тут все не так радужно. Журналист из GamePro отмечал, что 3DO при заявленной стоимости не раскрывает пока еще полностью свои возможности. И не совсем понятно, кому она нужна. Игр толком пока нет, программ тоже. Разве что пользоваться консолью в качестве проигрывателя музыкальных компакт-дисков, сомнительное приобретение за 700 долларов. Именно такой была рекомендованная цена. В интернете часто можно встретить мнение, что именно дороговизна консоли послужила главной причиной неудачи 3DO на рынке. Но на самом деле это не совсем так. Во-первых, это не самая дорогая консоль в истории. Ближайшие конкуренты, позиционировавшие свой продукт как мультимедиа-центр, такие как Tandy SDTV и Pioneer Laser Active, стоили на старте 1000 долларов. Что на 300 долларов дороже Panasonic FZ1. При этом последний обладал лучшей начинкой и функциональностью. Во-вторых, тогда Trip не учел несколько факторов, касающихся продвижения 3DO как игровой консоли. Он так сосредоточился на технологичности своей системы, что не уделил должного внимания планированию игровой библиотеки, хотя в его стратегии существовал один плюс. Отличительной чертой партнерства издателей видеоигр с 3DO было то, что размер роялти или отчисления с каждой продавной игры очень мал, всего лишь 3 доллара, тогда как Nintendo и Sega требовала гораздо большей комиссии, примерно от 13 до 15 долларов за каждую проданную копию игры. Положительной стороной являлась демократичность и открытость перед издателями. Практически каждая небольшая компания могла сделать свою игру для 3DO и издать ее, при этом не тратя огромные суммы на роялти. Начинающие компании не могли позволить себе партнерство с Nintendo, ввиду ее серьезной политики в отношении цензуры, а также финансовых вопросов. Так неизбежно на 3DO стали появляться игры сомнительного качества. Кроме того, у консоли не было своего маскота или линейки игр, которые являлись бы систем-селлерами, как это принято у конкурентов. Еще негативным фактором для жизни консоли сыграл переизбыток игр с Full Motion Video вставками. Хотя они выполняли четкую цель продемонстрировать технологичность консоли и показать так называемый реализм на экране по сравнению с конкурентами, все же в подавляющем большинстве случаев они во многом уступали классическим играм, выходивших на, казалось бы, устаревших 16-битных консолях. Аркадный геймплей все еще оставался в цене, и не все готовы погрузиться с головой в кинематографичную графику в играх, где сам игровой процесс далеко не на главном месте. Это не нравилось как потребителям, так и многим журналистам. Они не так уж и часто хвалили подобные игры на 3DO. Да, возможности впечатляющие, как самой игровой системы, так и компакт-диска, но на поверку оказалось, что многие игровые разработчики еще сами не понимали, чем можно заполнить доступное место на носителе. 3D утверждал, что этот носитель станет основным для игр в ближайшие годы, и выразил уверенность, что другие компании непременно воспользуются этим, что приведет к общему улучшению качества игр. Но в случае с 3DO, жизнь которой пришлась на раннюю стадию развития компакт-диска в качестве игрового носителя, разработчики в своих проектах нередко в стремлении добавить оцифрованные модели персонажей теряли в качестве. Зачастую это выглядело нелепо и дешево, даже по меркам тех лет. Есть, конечно, и удачные примеры. Так, в Келентайм использовались крайне удачные вставки с живыми людьми, что целиком и полностью погружало игрока в нужную атмосферу, задавая тон повествования сюжета игры. К примеру, Wing Commander. EA потратила на разработку 6 миллионов долларов. Ресурсов на нее вложено не меньше, чем настоящий фильм, и результат того стоил. Однако, есть и неудачные примеры того, как бездарно относились к возможностям 3DO. Некоторые издатели дешевых, откровенно халтурных файтингов прибегали к оцифровке персонажей в качестве бойцов. Геймплей и механика таких игр сделаны криво, игроки буквально ненавидели разработчиков за это. Так, файтинг Shadow War of Succession стал чуть ли не самым провальным в библиотеке и консоли. Лицензенты призывали игроков сдавать купленные диски обратно в магазин, а компанию разработчика открыто критиковали. Проблема в том, что строгого контроля качества игр со стороны 3DO Company не было, и, казалось, каждый занимался своим делом. Производители, лицензировавшие спецификации, собирали консоли на своих мощностях и пытались заработать на их продажах, при этом выплачивая дополнительные отчисления компании. Издатели, занимающиеся разработкой игр, также выплачивали 3DO весьма демократичной роялти, но из-за этого страдал конечный потребитель. Ценовую политику в таком случае не назовешь удачной, но по-другому невозможно. 3 понимал, что для большинства потенциальных покупателей это дорого, и ввиду нарастающей конкуренции надо что-то менять. Так, в первые месяцы после релиза консоли удалось продать всего 30 тысяч экземпляров. Руководство Мацушита в своих финансовых отчетах объясняло низкую динамику продаж игровой системы тем, что ей пока не достает широкого выбора видеоигр и другого программного обеспечения, но далее стало еще сложнее. Незадолго после старта продаж 3DO на консольном рынке появился новый конкурент – Atari Jaguar. Хотя успех он не снискал, все же наряду с другими обстоятельствами повлиял на стабильность акции 3DO. В основном реклама Панасоника нацелена на то, что их новая игровая платформа в десятки раз мощнее и лучше Sega Mega Drive и Super Nintendo. Ягуар же позиционировал себя 64-битной консолью и тоже обладал рядом преимуществ перед устаревающими 16-битными системами. Во всяком случае, на бумаге это выглядело так. Вторым негативным фактором, вызвавшим временное падение акций компании 3DO, стал анонс Nintendo о сотрудничестве с Silicon Graphics. Nintendo оставалась заслуженным лидером на консольном рынке с практически безупречной репутацией, и любые новости от них воспринимались позитивно как игроками, так и аналитиками. Грядущая игровая система, носившая тогда временное название Project Reality, обещала революционное графическое решение, превосходящее всех конкурентов. Это ударило по репутации 3DO, ведь в умах многих людей она оставала самой технологичной премиальной консолью, благодаря многочисленным заявлениям и обещаниям Триппа Хокинса. Хотя спустя несколько месяцев ситуация стала выравниваться. Наконец-то появились такие долгожданные релизы, как FIFA International Soccer, Road Rash, Alone in the Dark и другие успешные на системе игры. Критики и геймеры были от них в восторге, а пресс-релизы с завидной частотой анонсировали все новые игры для этой системы, которые уже должны появиться в скором будущем. Из всего многообразия можно выделить несколько ключевых партнеров, выпускавших качественные игры на радость обладателям консоли. Это Crystal Dynamics, работавшая на Total Eclipse, Crash and Burn, Off-World Interceptor и Gex, что позднее стал неофициальным маскотом игровой системы. Собственная студия 3DO Studios, что представила такие игры, как Virtuosa и широко известный Killing Time. Ну и, конечно же, Electronic Arts. Эта компания поставляла новой платформе свои первоклассные игры, чего стоят только Need for Speed и Road Rash. Благодаря важным связям и влиянию Трипа Хокинса, эта компания делала для 3DO игры, и некоторые из них стали временными эксклюзивами. American Laser Games тоже оказали большую поддержку консолей. На ней выпущено большое количество качественных и популярных игр, ставших образцовыми в своем жанре. Мало кто знает, но American Laser Games хотела даже использовать технологии 3DO для производства собственных игровых автоматов, как и Atari. Трип как-то упоминал, что у них существовали соглашения на этот счет, но в других вопросах как-то не задалось. 3DO не смог заручиться поддержкой многих игровых разработчиков, включая крупных японских компаний и лидеров в сфере аркадных развлечений. В интервью ему геймер Трип Хокинс признался. Многие японские компании, занимавшиеся разработкой аркадных игр, были лояльны по отношению к Sega и Nintendo, но неохотно поддерживали нашу платформу. Нам удалось осуществить несколько удачных сделок, после которых на 3DO все же появились Street Fighter Capcom и Samurai Shodown. Но дальнейший перспектив взаимного сотрудничества не наблюдалось, разве только интерес со стороны мелких компаний. Сегмент аркадных игр в США также чувствовал себя комфортно без нашего участия. Конечно, American Lazy Games проделала отличную работу, портивав на 3DO свои игры. А если говорить об остальных, то у них были свои тайтлы и собственное железо. Так что партнерство с нами, к сожалению, их мало волновало. Конечно, это ударило по библиотеке игр для 3DO. Приходилось искать разные способы, чтобы наши покупатели могли получать качественные игры. Спустя полгода после релиза системы стало ясно, что многое пошло не так и продажи оставались невысокими. Чтобы как-то исправить это, производители стали опускать цены на свои консоли. Trip вспоминает, что после рождественских праздников они провели встречу, по итогам которой принято решение снизить рекомендованную цену игровой системы. Так, Panasonic и позднее Gold Star смогли продавать 3DO уже за 500 долларов. В будущем, чтобы снизить убытки, Matsushita переработала конструкцию своей консоли и представила модели в Z10. Наиболее известную у нас в России. Несмотря на серьезные трудности, такие как слабые продажи и недостаток сильных тайтлов, что должны появиться еще на старте консоли, Trip сохранял оптимизм. В прессе он давал положительные прогнозы своего нового проекта и не сомневался в успехе 3DO. Он подчеркивал, что его компания продолжит продвигать свой стандарт, который в будущем станет важным шагом в развитии рынка игровых консолей. И выразил сомнения в том, что его конкурентам Sega и Sony не удастся без проблем занять свое место под солнцем. Он говорил, что 3DO в своем текущем состоянии готова конкурировать с новыми 32-битными консолями как в технической части, так и со стороны библиотеки игр. Но в реальности его терзали опасения на этот счет, и тому есть веские причины. Именно поэтому летом 1994 года уже пошли первые слухи о том, что 3DO работает над новой системой. Она должна, если не заменить, то как минимум обновить текущую платформу. Это произошло уже через 7 месяцев после старта продаж 3DO в США. Если 1994 год оказался непростым из-за игр, а также потому, что не все ключевых соглашений удалось достичь с партнерами-издателями, то 1995 стал самым ярким и одновременно сложным для компании. Именно в этом году 3DO предстояло столкнуться на рынке США с самыми серьезными соперниками в лице Sega Saturn и Sony PlayStation. Разработка обновленной архитектуры 3DO велась 1994 года. Изначально планировалось выпустить ее к Рождеству 1995 в двух вариациях. Первая – это самостоятельная консоль, кто хочет получить все в одном и не желает экономить. Вторая – модуль, подключаемый к уже существующей 3DO. Такое дополнение должно увеличивать производительность системы, открывая все преимущества консоли нового поколения. По крайней мере, это согласно изначальной задумке. Трип, вспоминая то время, объяснил это так. Апгрейд в виде подключаемого модуля должен простимулировать продажи первого 3DO. Люди впоследствии захотят обновиться путем покупки этого дополнения. Это были наши предположения о самой радией стадии разработки. Но с технической стороны такой вариант оказался непростой с задачей. Неминуема проблема с обратной совместимостью, ведь нужно учесть, что различных моделей 3DO существовало немало. Все эти нюансы отразятся на цене, что совсем нехорошо для конечного покупателя. Еще в журнале Edge писалось, что в компании Хокинса пока не решили окончательно, по какому пути пойдет развитие 3DO. Возможность расширения реально рассматривалась внутри команды инженеров, есть даже фото прототипа такого варианта от Panasonic. Хотя в действии его никто не видел. Но сам Trip подчеркивал, что если существует необходимость не просто освежить консоль, а перейти на совершенно иной уровень, то придется делать самостоятельную игровую систему, обладающую уникальной архитектурой. Любой апгрейд так или иначе завязан на зависимости от уже существующей технологии, что является серьезным ограничением. Вспомнить, например, опыт Sega с их 32X. Стало понятно, что апгрейд не даст той производительности, какая есть у Saturn. Поэтому это все нужно учитывать. Инсайдеры сообщали, что компания находится в поисках золотой середины. Не хотелось подставлять уже существующих пользователей 3DO, кто недавно приобрел ее. При этом идти по пути схожим из ПК тоже не хотелось. Странно превращать мультимедиа консоль девайс родни персональному компьютеру. Там по обыкновению можно в любой момент поменять любые комплектующие. Тогда опасность в том, что со временем сама консоль окажется никому не нужной. Самым важным станут именно отдельные комплектующие, коих можно бесконечно обновлять. Потому оптимальное решение только одно. Это заняться разработкой отдельной платформы, которая должна стать сильнейшим конкурентом для существующих 32-битных консолей и доминировать на рынке еще долгое время. Планируемая платформа несла кодовое название Bulldog. Многие журналисты и даже сам Trip называл ее M2. Почему M2? История этого названия довольно проста и прозаична. Их первая консоль, условно говоря, это Machine 1. Когда они приступили к работе над новым проектом, это уже было Machine 2. Потому 3DO M2. Trip сам вспоминает это с улыбкой. Хотя спецификации новой платформы ожидались нешуточные. Двухпроцессорная риск архитектуры от IBM с частотой 66 МГц совместного производства IBM и Motorola. Имея на борту 4 МБ оперативной памяти, по информации за 1994 год, позднее некоторые значения выросли. И продвинутые графические решения платформы теоретически могла отображать 250 тысяч текстурированных полигонов и 150 тысяч треугольников в секунду. Тогда эти цифры просто поражали воображение. Мультимедиа возможности снова во главу угла. Консоль должна иметь полную поддержку MPEG-1 без дополнительных расширений. А также MPEG-2 уже опционально. Вдобавок предполагалось состроенный модем для использования планируемых сервисов и онлайн игр. Это все звучало здорово, но существовала опять та же самая ошибка. Конечная стоимость новой консоли. Поскольку бизнес-модель 3DO не менялась, производители, лицензировавшие спецификации, могли зарабатывать только на производстве своих систем. Ввиду чего это сильно повлияет на цену по сравнению с конкурентами и традиционно продающие свои консоли чуть ли не по себе стоимости, делая основную прибыль на играх. Будущее казалось туманным, но все надеялись на успех, особенно Мацушита. Но в мае 1995 года случилось событие, повлиявшее на ход всей истории игровой индустрии. Речь идет о приходе Sony с ее продуктом PlayStation на рынок США. Тогда на первом ивенте, проходившем в Лос-Анджелесе, Стив Рейс, тогдашний президент Sony Computer Entertainment America, вышел на сцену и сказал лишь одну цифру – 299. Оглушительные аплодисменты заполнили зал. Sony буквально несколькими словами сразила своих конкурентов на повал, дав понять, что борьба станет очень напряженной. За чуть менее двух недель до этого, Trip выступал с речью, касаемая его нового детища M2. Он старался описать во всех деталях преимущества своей новой системы, такие как революционная графика и набор технически продвинутых решений, позволяющих разработчикам создавать игры невиданного уровня. Но для многих это выступление показалось неубедительным. Первая проблема – не заявлена поддержка со стороны крупных издателей. Не оказалось ожидаемых громких тайтлов, ради которых стоит приобрести себе новую 3DO. Также спорными считаются и те видеоматериалы, демонстрирующие трёхмерную графику, что были показаны на выставке. Все понимали, что они не отражают реальных возможностей системы и какие игры будут на самом деле – неизвестно. Хоккинс и сам понимал, что с M2 надо что-то делать. В том виде, в каком она существует сегодня, едва ли получится вступить в конкурентную борьбу с PlayStation, Saturn и Nintendo 64. А цена, озвученная Sony, стала ключевой преградой к успеху нового преемника. Trip вспоминает, как это тогда сильно повлияло на его планы относительно 3DO. Sony во многом поступил очень правильно и профессионально. Они вели жёсткую борьбу и сделали всё, чтобы одержать победу. Их ценовая политика на рынке определила лидерство и расставила всё по своим местам. Когда до меня дошла информация, что корпорация вложила в запуск своего проекта PlayStation 2 миллиарда долларов, я понял, что у нас практически нет шансов. Тогда все испугались, даже Nintendo. Только Мацуши-то сохранила позитивные ожидания в отношении M2. Но вы знаете, что в конечном итоге они и так и не решились вступить в борьбу с Sony. Sony могла позволить себе продавать какое-то время консоли себе в убыток. Но спустя несколько месяцев после старта продаж PlayStation, цены на оперативную память упали практически вдвое. И со следующего года японская корпорация могла отыгрываться на этом, компенсируя те потери, которые приходилось нести, продавая свою игровую систему за 299 долларов. Также преимущество Sony заключалось в том, что у них были в распоряжении собственные мощности по производству отдельных чипов для консоли, а также CD-привода. Это очень помогало оптимизировать расходы на выпуск своей игровой системы. TripHockets предположил, что разумно попробовать создать альянс, что будет работать по принципу, схожему с тем, какой существовал в предыдущем поколении 3DO. Но объединение сил на этот раз позволит преодолеть общего конкурента. Но M2 заинтересовались такие компании, как Toshiba, Samsung, Goldstar, Philips, Matsushita и даже Sega. Trip утверждает, что никакие официальные соглашения не подписывались, только переговоры и общее планирование. Он заключил, что объединенные усилия позволят простимулировать собственные разработки и в дальнейшем поможет сосредоточиться на работе в программной части своей системы, включая игры. Тем временем дела у Saturn шли не очень-то и гладко, и японское руководство Sega рассматривало вариант влиться в альянс 3DO или даже полностью купить эту технологию. Что из этого могло бы получиться, никто не знает, так как этим планам не дано было осуществиться. Все дело в агрессивной позиции Matsushita. Они предъявили Trip'у ультиматум, заявив, что хотят исключить из партнерской группы Sega, а также всех корейских коллег, оставаясь едино личными участниками в новом проекте 3DO. Их задача состояла в том, чтобы вступить в конкуренцию с Sony. Назвали стоимость сделки 50 миллионов долларов. После долгих переговоров с японской корпорацией, Trip'у Хокинсу удалось заключить соглашение на других условиях. Он сказал... Если вы хотите получить эту технологию и быть контролирующим звеном в этом альянсе, то пожалуйста, но это будет стоить вам 100 миллионов долларов. Сделка завершена. Trip' передал технологическую разработку в руки Panasonic, который должен стать серьезным конкурентом на консольном рынке. Но долгое время не поступало каких-то вразумительных новостей и конкретики, касающиеся выхода новой игровой платформы. Если поначалу новости о возможностях M2 будоражили и предвещали появление чего-то нового и по-настоящему революционного, то потом тишина стала немного раздражать и неминуемо произошло падение доверия, как со стороны разработчиков, так и журналистов, а также потенциальных покупателей. В одном из номеров Next Generation отмечалось, что пока Мацушита не заявит о своих планах относительно стратегии по продвижению M2, поддержка этой системы сторонними разработчиками так и останется минимальной. Вероятно, компания не была до конца уверена, что сможет потянуть эту борьбу консолей и остаться в ней победителем. Момент уже упущен и шансы на успех безнадежно падали. Что же касается самой 3DO компании, то они сосредоточились на разработке игр для персональных компьютеров и консолей. Так они подарили миру известную Army Man, Heroes Mighty Magic и другие успешные серии, существовавшие много лет. К середине 1996 года производство первого 3DO прекратилось. Видя, как падает интерес разработчиков и издателей, перешедших уже к конкурентам в лице Sony, Nintendo и Sega, эти компании перестали заниматься поддержкой консолей, дабы не тратить свои ресурсы. Своё существующее подразделение, занимавшееся разработкой железа, 3DO продало компании Samsung. Контракт был подписан 29 апреля 1997 года. После этого основали отдельную дочернюю компанию Seagent. У корейской корпорации существовали крупные планы насчёт новых разработок. Уже тогда, в 1997-м, были заявления, что ведётся работа над новым чипсетом, которого назвали MX. Он превосходил по всем параметрам спецификации M.2, но Samsung не намеревалась производить собственную игровую консоль. В пресс-релизе указано, что эти уникальные разработки могут использоваться в DVD-девайсах и других потребительских товарах, ввиду продвинутых технических возможностей. По сообщениям одного из инженеров, принимавшего участие в создании этого чипсета, разработкой заинтересовалась даже сама Nintendo. Они не получили ожидаемого результата от сотрудничества с Silicon Graphics и присмотрелись к нашим технологиям, как он говорит. Правда, с корейской фирмой они тогда так и не договорились. Позднее Seagent продали Microsoft, те как раз заинтересовались разработками для WebTV. К сожалению, в дальнейшем у 3DO Company дела шли не очень хорошо, и в результате в 2003-м она разорилась. Позднее TripHawkins основал собственную фирму под названием Digital Chocolate, где сосредоточился на разработке и производстве собственных обучающих игр и программ. Дело особых плодов не принесло, и ныне компания не функционирует, как и некоторые другие, которыми он занимался вплоть до 2013-го года. На этом славная история 3DO заканчивается. У неё непродолжительная, но очень насыщенная жизнь, в которой многие события послужили толчком к развитию технологии в игровой индустрии, оставив в ней заметный след. И пусть не все планы и идеи 3 повоплотились в жизнь, главное, он был мечтателем и не боялся рисковать многим, чтобы попробовать реализовать своё видение, куда должна двигаться в своём развитии игровая индустрия. И многие поклонники 3DO согласятся с тем, что консоль действительно отличается от всего, что было до и после неё. Пожалуй, вот что делало её особенной, но это её и погубило. Я очень рад, что такой серьёзный проект, как история 3DO удалось завершить в этом году. Я работал над ним долгое время и, надеюсь, вам понравилось, и вы подчеркнули для себя что-то полезное и интересное. И как раз я добился своей цели – сделать фильм уникальным и ответить на множество вопросов, касаемые истории 3DO. А вы, пожалуйста, поддержите этот фильм лайком, комментарием, это очень важно для канала и для меня лично. Поделитесь своими историями, ведь, я думаю, найдутся люди, у которых 3DO была, у которых есть мнение об этой платформе и которые могут поделиться своими собственными воспоминаниями о ней. Пишите, пожалуйста, для меня это очень важно и увидимся уже в следующем году. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok